Наш следующий докладчик, вот она, Мария Питерска, евангелист компании Мегаплан, расскажет о психологических аспектах взаимодействия в социальных сетях, ну еще кое о чем. Сейчас мы подсоединим МАК. Спасибо, Роман. Я все-таки попытаюсь. Это общеизвестная проблема с сектантами, они все время делают в своих вот этих самых сектантских программах. Ну, кроме того, что я настоящий самый сектант, я еще на самом деле не самый плохой спикер и докладчик, и иногда даже у меня заводятся поклонники, которые, слушая мои… А надо еще вот звук вставить. Да, слушая мои доклады, они потом говорят, Маш, ну ты к нам, что страшно, ты к нам, пожалуйста, приедь на презентацию, потому что у тебя там такая была классная, мы хотим ее еще послушать еще раз, потому что мы не все поняли. Но я второй раз никогда ничего не докладываю, потому что у меня все время какой-то момент неожиданности присутствует. Я на рекламном рынке недавно, и вот соцсети в том числе для меня, такая не загадка уже давно, мы даже из соцсетей делали огромные программы лояльности, то есть в принципе сейчас вся программа, которая присутствует, я по ней могу не только доклад сделать, но и спикеров собрать достаточно успешно. Отлично. И последний раз, когда я выступала, рассказывала о программах лояльности, я так выхожу на сцену, мне тоже никто не знал почему-то из президиума, так получилось просто. Спасибо большое. Сейчас мы поставим. И, значит, начинаю читать доклад. Вот, все видно так, как надо, отлично. Ну, выхожу, говорю, здравствуйте, меня зовут Мария Петерская, там такая очень крыльчная была конференция, у них раздатка была в пакете со всеми докладами сразу, вот знаете, когда печатают, да, заранее. Я говорю, у нас же доклад мой есть уже, давайте я не буду вам читать, вы мне визитки дайте кому интересно, программу лояльности организовать, я вам все пришлю. Иду в зал, собираю визитки, президиум сидит, ведущий под стол спрятался, вот так вот думает, ну все, ну сейчас нам все вообще прекратят. И потом я, когда возвращаюсь обратно, говорю, а теперь я доклад про лояльность почитаю, потому что на самом деле интернет-магазины, они так и делают, ты что-то купил, они у тебя берут имейл, и потом тебе шлют свой спам, и никто не думает о том, что делать дальше людям. Поэтому, ну, поскольку вот такие приемы я применяю, я второй раз не повторяю свои презентации, поэтому слышим внимательно. Спасибо большое на самом деле, что чуть подождали. У меня сегодня такая непростая тема, я хотела рассказать, ну, о простой психологии людей, которые все, вот на самом деле, все о ней знают, но так вот я смотрю на социальные сети, вот кто-то ей все-таки пользуется, кто-то ей не пользуется. Понятно, что сейчас социальные медиа действительно вот уникальный такой, ну, я не знаю даже, как сказать, агрегатор всего. То есть это и как с медиа можно работать. Когда группон выходил на рынок, просто наше агентство там чуть-чуть ему помогало в сборе лидов. Я помню, я смотрела их презентацию, там было прямо написано, что упоминание в Мэгазинс возросло во столько-то. И в скобочках было написано, поскольку зарубежные партнеры к Мэгазинс относили Твиттер, Фейсбук, ну, в общем, там я ни одной такой приличной газетенки, которую по-русски можно было бы перенести, не нашла. Собственно, и вот по, ну, поскольку и в Мегаплане тоже есть социальные сети, да, я чуть-чуть вам расскажу. Вам сегодня мой доклад придется два раза послушать. Ну, я расскажу потом, почему. Значит, соответственно, я сегодня вам раскрашу чуть-чуть ваше существование, как быстро от соцсетей, да, или там как начать, ну, правильно стартовать, или если вы так не сделали, по крайней мере, чуть подчистить контент свой. Значит, вот сразу такой финал у меня. Нужно сделать всего три вещи. Нужно заставить мозг людей работать, потому что мозг — это первый фильтр, через который все проходит. Мы сначала взвешиваем, надо нам это или не надо, читать нам это, не читать, а потом уже, ну, что-то с этим делаем. Второе, нужно обязательно давить на чувства, поэтому там здесь кофаундеры SEO в Facebook, кругом одни коты. Вот, и использовать нужно приемы очень простые. Чем проще, на самом деле, приемы в социальных сетях, тем он лучше работает. То есть если вы там чувствуете, что баян — это простой прием, пользуйтесь его. Если вы считаете, что нужно присоединяться к тысячам людей, которые уже запостили статьи, берите его. Если вы считаете, что наоборот брать уникальный контент, берите. Самое главное, что просто не только вы приучаете свою аудиторию к тому, чтобы что-то делать, но и она как-то к вам привыкает немножко. Ну, это вот как Толстого. Сначала его там сложно читать, потом привыкаешь. Как вот выглядит процесс, например, привыкания? Вот у меня такая рассылка приходит. Она начинается с того, что квартира вокруг холодильника, новшество, Росреестра, Королевский полумесяц, запрет на массовую застройку. Здесь понятна совершенно из темы, что сначала идет личная информация, а потом уже сообщение B2B, так называемое, потому что какая-то ежедневная рассылка ради дома, даже не знаю, от чего я не подписалась, честно говоря. И самое главное, что эти хитрецы пролазят сразу Росреестром, хотя обещали сначала мне квартиру вокруг холодильника показывать. То есть обещаем одно, делаем другое. В интернете это нормально, к этому все привыкли и пользуются постоянно. В общем, работа мозга. Естественно, что есть прям небольшие моменты, которые позволяют фильтра пройти. Первое, что нужно и полезно знать, то, что баяна как какового на самом деле уже нет. Поколение, которое даже в прошлом году сидело в одних соцсетях, сейчас перекочевало в другие соцсети, это поколение постоянно обновляется, растет, меняется, меняются их интересы. Соответственно, одни, не знаю, как вы это называете, целевые аудитории, допустим, полувозрастные, постят одни картинки, другие постят другие картинки. У кого есть дети, они знают, что все дети в 6 лет рассказывают друг другу один тот же анекдот. То, что мы с вами друг другу рассказывали в 6 лет, то и они рассказывают в 6 лет. В соцсетях происходит все то же самое. Поэтому никакой базы знаний общей, и там баяна нету, есть только пересечение какой-то аудитории, которая так или иначе касалась какой-то информации. Соответственно, ну, можно этим пренебрегать и каждый раз рожать ребенка заново, а можно это понять и спокойно жить на одном и том же контенте, удачно его миксуя несколько раз подряд. Соответственно, чтобы людям было, ну, как мы понимаем, нам же надо, чтобы нам было интересно общаться о Мегаплан, как автоматизация бизнеса, ну, в общем, компания, которую я здесь представляю, у меня не очень много будет слайдов беджалостной рекламы сегодня, она тоже заводит там карточки сотрудников. В принципе, это никогда не видно, но нам советуют, если вы посмотрите, использовать две разных фотографии. Одну большую, которую люди смотрят, когда они хотят посмотреть, какой у тебя добавочный номер, или письмо тебе личное написать, или там узнать, присутствуешь ты сейчас в офисе или не присутствуешь, там слева отражается этот момент. А с правой стороны есть такая маленькая фотография, где меня кто-то сфотографировал, когда я на секции выступала, я ее ставлю, потому что на самом деле в комментах ничего не видно. Поэтому вот когда говорят там, будьте собой, не будьте молоком. Если бы социальные сети позволяли, я бы всем советовала, на самом деле в комментах подписываться либо личным именем, либо прямо на аватарку совершенно спокойно логотип ставить, все равно его не видно. Ну и собственно, что я подразумеваю по социальным медиа, социальные медиа это все сервисы для общения. Добавляя эмоциональности, мы всегда хотим узнать, кто у нас друзья по интересам. Вот у нас такой есть момент друзей по интересам, вот такой. И мне кажется, что так или иначе все люди как раз по этим интересам объединяются. И глупо думать, что в B2B нет клуба по интересам. Как раз есть. Ну то есть каким-то образом они существуют так или иначе. Если информации про Мегапан на данный момент стало совсем много, я бы хотела рассказать о том, что я умею в соцсетях. Я не буду рассказывать про успешный опыт Old Spice, просто потому что, мне кажется, уже полтора года о нем гремели все средства массовой информации, которые тут и есть. Вот есть прекрасный мужчина Илья. Илья, hello. Даже они в рейтинг нам включили, по-моему, на шестое место, но и то по количеству людей, которые принимали участие в различных играх и вступали в сообщество так или иначе, мы просто заняли шестое место, это группа, потому что там одни мужчины собирались, туда геллсов не пускали вообще никак. Там разные существовали фильтры, чтобы войти в группу. То есть вот если у кого-то есть проблема, как нагнать людей, у нас была проблема, как осеять, потому что женщины специально регистрировались с мужчинами, лишь бы поиграть. И второй такой у меня успешный кейс, это Луна Парк Рузика. Это кастомизируемое приложение, и это производители хрустящей кукурузы, вот такой кукурузный хлопья, и вот я не помню, как кукурузные палочки они называются. Можно тоже посмотреть, там есть ввод натуральной валюты, и сейчас клиент говорит о том, что он, наверное, производство будет использовать для того, чтобы в игру больше привлекать людей, потому что оказалось, что это очень монетизируемое приложение, и там больше реальных денег закачивается. И, соответственно, вот эти вот тоненькие полосочки, это то, про какие диджитал, медиа и коммуникации я вообще знаю. И я оцениваю, если вот посмотреть совсем влево и вниз, просто здесь не очень хорошо видно, просто так получается, то вы увидите, что социал-медиа для меня это огромный кусок, про который тоже нужно знать. Но тем не менее он связан совсем абсолютно, не только с теми социальными, ну не только сами по себе социальными медиами, но и со всеми диджитал и медиа каналами, в том числе немножко с ETL. Вот таким образом я немножечко прошла ваш барьер мозга. Теперь про чувственное восприятие. Конечно же, люди хотят видеть картинки, слышать какие-то звуки, и без этого обойтись нельзя. И сейчас интернет и социальные медиа дают нам огромные преимущества. Несколько лет назад, я помню, мы выступали на конференциях, рассказывая о том, что как полезно, когда у тебя на сайте проигрывается видео, или когда флэш вместе с пением птищик. Сейчас, конечно же, ни у кого такого вопроса не стоит. У всех стоит вопрос, как отключить звук, чтобы никто не знал, чем ты занимаешься. Но людям нужно все равно помогать. Если вы думаете, что не совсем тот мысленный образ рисуется перед их глазами, нужно им чуть помочь. Может быть, даже дать немножко текста, потому что текст иногда тоже воспринимается как картинка, я имею в виду очень хорошо. Информацию можно предоставлять совершенно в разных видах. Я сейчас попрошу вас посмотреть два видео по одной минуте. Это займет совсем немного времени, но мне кажется, это вас развлечет. Ага, и звук. Как вы зайдите? Что это такое? А вот это, где здесь печаль? По твоей длине. А это, что это все будет оплачивать? Ты вообще где работаешь за такое? Я тебя уволю. А-а-а! 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 Мегаплан всегда напомнит о дне рождения. Кроме того, в Мегаплане можно посмотреть профиль сотрудника и структуру компании с картой подчинения. Чуть позже я расскажу историю про этот видеоролик, который вам не кажется поможет подать. Только что уволил Волкова. На нем, конечно, многое завязано. Коллеги, это наш новый сотрудник Михаил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, будет непросто. Все просто, если у вас есть мегаплан. Передать дела можно нажатием одной кнопки. Теперь новый сотрудник видит все документы, задачи, истории переписки и сразу может приступать к работе. Я рекомендую Светлане, на самом деле, никогда, она уже ушла, да, никогда своим руководителям не говорить о том, что есть мегаплан, потому что иначе всю ту работу, которую она делает, с таким огромным энтузиазмом, может делать любой другой человек, просто буквально за пять минут. Ну, прям вот буквально нажатием одной кнопки. Я вот попрошу сейчас за ролики проголосовать. Давайте вот кому первый больше понравился, ну, как бы, а кому второй. Я просто расскажу, почему я это делаю. За первый ролик, кто лайк? Вот, люди за камерой даже лайкают. Отлично. Ну, немного, на самом деле. А за второй? А за второй еще меньше. Отлично. Спасибо вам большое за обратную реакцию. Собственно, я вас спросила про ваши впечатления. И такие вот простые приемы, которые у меня есть, и я их, собственно, сейчас вам расскажу. Вот первый ролик, который вы посмотрели, когда у сотрудника было на самом деле день рождения, босс его отругал, буквально случился в нашем офисе на самом деле. Ну, где-то в апреле месяце мы обсуждали, как бы этот ролик нам снять, какой он должен быть, о чем мы должны говорить, как нас отдавать, потому что мы вот из B2B, да, нам сложно рассказать о системе автоматизации бизнеса, как только потому что эти все слова произносишь, ну, люди сразу закрываются, потому что фильтр мозга, он сразу говорит, нам это сложно, а эмоциональности добавить как-то надо. Вот. Ну и, соответственно, обсудили сценарий, сняли ролик, были довольны там правками, как все клиенты что-то внесли, скоммуницировали. Отлично. И потом у нашего директора по маркетингу должно было быть день рождения, еще в 15. Мы собираемся тем же самым практически творческим коллективом. Я за временем слежу, у меня еще 5 минут. Нет, у вас еще 2 минуты. Не знаю, у меня 10 написано, я Маку доверяю. У вас 10. Вот, соответственно, ну, как бы спрашиваем, да, босс, там, что тебе, там, как мы его будем поздравить? Я говорю, давайте мы сделаем так же, как в ролике. Мы нашего главного поговорим, директор Александр Волчика Путин, его прямо вот как следует поругает за всю не сделанную работу творческую. Вот, а мы в это время надуем кучу шарики, и ему поздравим, скажем, вот, Андрюша, наш серпиз. Мы поговорили, как бы на этом все закончилось. Потом мы пережили эту ситуацию на самом деле, потому что именно наш босс, когда смотрел свой календарь, почему-то он вот просмотрел, что у него сегодня день рождения, вызвал его на планерку, которая по итогам практически полугодия случилась, и в то время, пока мы надували шарики, мы все слышали из кабинета такой грозный рев. В результате все вместе уже не надеялись ни на какие социальные сети, отправили просто смс-ку. Саш, там как бы у человека день рождения, поаккуратнее. Было очень смешно, но вот так оно и есть. Собственно, как вот выглядят разные тональности сообщений, вы потом посмотрите в презентации все вместе, очень хорошо. А теперь мы все это отмотаем назад, и я вам расскажу, как вы можете, не только из презентации, но и из любых ваших сообщений, делать все то же самое, и только в social media. Да, начнем, наверное, вот с этого момента. Здесь все основано на методике скорочтения. Вам стоит только сказать людям, что сейчас уже конец, они сразу же бегут. То есть как только все заканчивается, особенно в social media, это все и хотят, тут же постят. Поэтому лучше сказать, что это, я не знаю, последний день помпеи или чего-то там, последний день распродажи, или только кто один раз всего зачкинился, или первый раз, или еще какие-то моменты. Второй момент. Когда вы прочитываете один, два, три, четыре, пять, это и все так люди работают. Подсознание человека начинает усваивать все идеи до того, как их начнет обрабатывать сознание. У нас же два уровня на самом деле находятся. Поэтому можно всегда взывать к подсознанию, не бойтесь, что человек у вас что-то не поймет или не доделает. Если вы подсознание включили, сознание включать уже не обязательно. В этом эффект быстрой работы с соцсетью всегда происходит. Ну, собственно, здесь так и есть. То есть это вот такой пример, когда просто закрепление материала всегда должно быть на других примерах. Вводное слово, конечно, убеждает нас в том, что вся наша жизнь станет намного лучше, если вы научитесь эффективно убеждать людей в своей правоте. А выражение «не правда ли» превращает фразу в вопрос, который по сути ей не является. И отсутствие знака вопроса в конце предложения, вот как написано здесь под оранжевой чертой. Мария, все. Никому не интересно? Заканчивайте. Завершайте. Завершаем. Окей. Максимальное количество контакта можно добиться, если есть сила предположения, которую вы используете самостоятельно. Либо прием известность. Если ваш бренд сам неизвестный, используйте известность других людей. Это знают все на свете. И давайте я еще такой последний момент скажу. Если в глубине души вы все еще были уверены, что мой доклад будет рассказывать о том, как негативными моментами воспользуются психологических манипуляций с людьми, то на самом деле, когда вы говорите о том, что вы на самом деле делать это не собираетесь, признаете это открыто, человек сразу эти просто оковы, они падают, и это открывает вас всегда к любому миру. Поэтому если вы хотите сообщить что-то негативное, позитивное или еще что-то, начните сначала и назовите вещи своими именами. Люди вас поймут. Я сейчас с вами разговариваю. На самом деле в это время в офисе решается куча задач. Какой счет кому оплатить? Не знаю, как мы завтра будем присутствовать на предприятиях, что мы кому доставляем, какие флаги сейчас не влезли в машину. Я это знаю не при помощи смс, а при помощи того, что здесь есть Wi-Fi соединение. У нас точно такие же баблы, то есть как вы отслеживаете, сейчас я покажу какой-нибудь скриншотик нашего проекта, точно такие же баблы на самом деле, позволяющие следить. Если вы не хотите следить так, вы можете отвечать через электронную почту. Самое главное, что вы должны для себя понять, что Мегаплан — это система, которая вам позволяет навсегда весь мусор из головы выбросить и вот ходить на конференции, получать новые знания. То есть когда свои неосновные бизнес-процессы вы автоматизируете, вы понимаете на самом деле, сколько огромного количества работы вы делали, и когда она у вас становится упорядочнее, она вам больше не мешает. Вы можете заняться чем-то, что вам нравится на самом деле. Вот, например, правда, у меня просто большое уважение вызвал человек, вот Светлана, которая была докладчиком передо мной. То есть вот, как она говорит, я делаю это в свободное от работы время. То есть больше этого свободного времени будет каждый день прерастать. Спасибо. 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 Спасибо, Мария. Спасибо вам. Роман.